Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные, очень нежные баклажаны. Реально готовятся очень легко, просто, оконечный результат, как вы любите. Обалденные! Ну что, начинаем готовить? Поехали! Частично с наших баклажан снимаем такие полосочки. И нарезаем кругляшками. Излишек отрезаем. Не слишком толсто, толщиной в один сантиметр достаточно. Желательно берем баклажаны молодые, не старые, молодые. У молодых шкурочка не горчит. Ну и по вкусу, конечно, они нежнее. Также понадобятся яйца. Разбиваю пока два. Нужно будет еще, добавлю еще одно. Добавляю щепотку соли. И немного свежемолотого черного перца. Берем вилку или венчик и взбиваем. Отправил сковородку на плиту, сделал средний огонь. И добавляем примерно 3 столовые ложки подсолнечного масла. Промакиваем баклажанчик, дольку баклажанчика в яйце и отправляем жарить. Я готовлю намазку на баклажаны, именно полезную, не майонез. Сейчас это все поймете, все увидите. Берем хорошенький пучок петрушки и просто измельчаем. Измельчаем как можно меньше. И отправляем в отдельную мисочку. И отправляем целую головку чеснока. Через чеснокодавку. И буквально чайную ложку подсолнечного или оливкового масла. Также отправляем щепотку соли. И хорошенечко это все перемешиваем. Переворачиваем. Буквально через 3-4 минуты переворачиваем. Переворачиваем. Отправил на блюдо салфетку бумажную. И отправляю все наши баклажаны на салфетку. Баклажанами пожарили. Теперь нам нужно разобраться с помидорками. Помидорки можно нарезать как кругляшками, так и полумесяцем. Я буду нарезать полумесяцем. Берем блюдо и укладываем наши баклажаны первым слоем. Теперь отправляем нашу петрушечку с чесночком. Теперь отправляем помидорку. Сверху опять баклажанчики. Петрушечка с чесночком. И опять помидорку. Продолжаем слои. Завершающий момент. Берем мелкую терку. Любимый ваш сыр. И через мелкую терку отправляем сыр. Можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Очень красиво и изысканно выглядит. Не правда ли, друзья? Обязательно готовьте. Не забываем подписываться. Делиться с друзьями. И не забываем комментировать. Всем пока. Жарко и мой помощник прячется под деревьями. Поел, как всегда. Мясо вдоволь. И все, и жизнь удалась. Да, тигра? Скажи всем привет. И до новых встреч. Пока-пока.